Вы знаете, по поводу языка сейчас очень такие большие изменения в наших взглядах произошли из одной английской семьи. Это было установлено лет 15 назад. Одна семья в Англии, на такой хорошо изученной области, хорошо изученный язык, страдает, причём все представители её, там, прадедушки до правнуков, они плохо двигают верхней губой. Я довольно долго не мог понять, почему верхняя губа. У меня есть такое предположение, что, по-видимому, это начинается очень рано, я имею в виду историю, и может быть первоначально связано с жестикуляцией, гримасами лица. Что такое оскал? Оскал – это в основном при поднятии верхней губы. Мы оскаливаем обычно верхние зубы. Нижние зубы не очень видны даже при оскале. Скалозуб – это тот человек, который хорошо пользуется. Но это, соответственно, звуки типа английского «five fist», который я говорил, будет плохо произноситься. Но оказалось, что они также плохо учат вообще грамматику. То есть, оказалось, что, хотя это движение одной губы, то есть, это явно связано именно с устным языком, но при этом и для грамматики этот ген важен. Стали изучать этот ген. Сейчас про него всё известно. Поразительные, интересные вещи. Но самое главное открытие – его нашли у неандертальцев в Европе. То есть, оказалось, этим самым решился вопрос очень спорный. Много на эту тему было дискуссий. Оказалось, что всё-таки у неандертальцев, то есть у того раннего населения Европы, которое, видимо, с человеком разошлось до 200 тысяч лет. То есть, это приблизительно даёт дату порядка, наверное, 400-500 лет до. Значит, у нашего общего предка с неандертальцами. Осторожно, скажем так, позже миллиона лет назад, вот в каком-то интервале до 200 тысяч, который мы знаем для себя, в этом интервале произошло разделение с неандертальцами. И уже и мы, и неандертальцы умели говорить. И, по-видимому, уже неандертальцы должны были иметь какую-то мифологию, о которой у нас нет никакого представления. Но некоторое представление о том, что у них была культура, за последние годы появилось. Вы знаете, это очень важно именно для Европы, потому что в Европе неандертальцы очень долго живут, они не пускали в Европу человека, поэтому человек отчасти ведь развивался в Африке и в Евразии, на юге, именно потому что на север его не пускали. А на севере жили такие закалённые существа, которые могли вынести эту кошмарную холодную северную природу, но после того, как люди смешались отчасти с неандертальцами, мы все с вами произошли всё-таки от скрещения. У нас несколько разных источников, и люди, получившие эту поддержку, ну, крови таких вот дикарей, неандертальцы физически гораздо сильнее, чем африканцы. Африканцы – это люди с очень хорошо разработанной культурой такого акустического типа, очень музыкальной, знаете, как роль негров в истории джаза огромная, и она правильная, да, а все языки Африки к йогу от экватора тоновые, то есть такие языки, в которых не только фонемы, но и тоны различают, а почти все языки Европы и Севера и Евразии, где жили неандертальцы, лишены тонов. Между прочим, китайский язык когда-то не имел тонов, а потом их приобрёл за счёт смешения с более южными элементами. Так что, на самом деле, конечно, это не абсолютная граница, но всё-таки разные части истоков человечества разные. Вот я говорю, что главное сейчас, что, несомненно, происходит, это что генетика, как это ни страшно звучит, не очень поддерживает гипотезу о том, что всё человечество совершенно равноправно. На самом деле у разных частей человечества есть разные достоинства и разные недостатки, а творческие элементы в современном человечестве возникают всё-таки из крещения. То есть, по-видимому, для движения вперёд всё-таки необходимо, конечно, уничтожение границ. Я думаю, что это просто то, к чему явно придёт развитие наук о человеке. То, что одна из таких роковых ошибок современной идеологии – это признание границ как чего-то важного для человека. Я думаю, что отмена границ будет сразу колоссальным движением вперёд. Продолжение следует...